здравствуйте меня зовут дима многие из вас наверное свое время сталкивались вот с грузами такого образца которые покрыты материалом похожим на пластик иногда похожим на резину но к сожалению иногда очень часто бывает либо эти груза очень трудно найти в продаже либо они бывают в принципе относительно достаточно дорогие многие из вас наверняка пытаются изготавливать груза самостоятельно отливая в собственные формы из того материала который насобираете традиционно который предназначен в рыболовном деле для грузил поэтому возьмем для эксперимента традиционной и всеми понятный груз голый свинец который своими краями по истечению времени может в принципе довольно таки неплохо испортить ваш возможно дорогой костюм но как же добиться нам того эффекта и тех возможностей которыми обладают груза покрытая специальным пластиком а решение бывает приходит крайне простым и неожиданным моментом собственно как произошло это у меня я просто удивляюсь как до этого никогда не догадались другие люди которые предлагали в интернете и использовать обычные пластиковые бутылки которые путем нагрева натягиваются на сам груз пытаются покрывать различными смесями смолами различными красками хотя в принципе мое решение мне так кажется является в данном случае наиболее удачным крайне простым и думаю что вообще доступным причем при всем конечный эффект мы получаем тот который нам необходим а то есть покрыть сам груз и обезопасить его от вероятных повреждений и обезопасить свой костюм от повреждений самим грузов что же нам для этого нужно нужно нам собственно не очень-то много каждый из вас наверняка может запросто найти простой кусок обычной мотоциклетной камеры нам потребуется отрезать небольшой кусок вот я отрезал от этой камеры небольшой кусочек размеры его это примерно чуть-чуть длиннее самого груза по высоте далее для более мягкого так сказать самого процесса натягивания нам потребуется воспользоваться любым шампунем любым мылом либо моющим средством принципе то же самое вы пытаетесь делать когда надеваете свой костюм на голое тело есть маленькая тонкость мотоциклетных камерах и также которые присутствуют в автомобильных камерах на самой камере с наружной стороны присутствуют следы от спайки либо так называемые ребра жесткости этими моментами вы можете тоже предполагаемо повредить свои костюмы как же нам решить такую маленькую проблему это очень просто вам просто надо вывернуть наизнанку данный кусочек резины и вы будете иметь гладкую поверхность после того когда ваш груз покрыт тонким слоем моющего средства вы попытаетесь при помощи некоторой физической силы попытаться так сказать эту резину натянуть на сам груз будет конечно не так то уж легко хотя кто знает какими физическими возможностями обладаете вы может быть вам удастся это более легкой форме нежели это получается у меня хотя у меня тоже некоторая физическая сила все-таки присутствует надо учитывать что так сказать очень тяжело то хватать намыленными руками и пальцами намыленную резину с этим вы много и часто сталкивались ну иногда это выглядит довольно таки забавно собственно сама процедура занимает не очень-то большое и продолжительное время вот такими простыми движениями вы расправляете этот отрезок камеры на поверхности груза теперь вы получаете гладкую поверхность которая практически не уступает по своим качествам и своим свойствам тем самым дорогим грузам которые к сожалению при всем нашим желанием бывает не всегда можно встретить и в продаже спасибо за внимание спасибо за внимание